МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 вечера в Украине. Пора вам наконец узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Бюджетный бой. В парламенте рассматривают главную смету страны. Шире круг. Кто пополнил обновленный черный список Минкульта? Забор на границе. Совет Федерации грозится ввести визы для украинцев. Заседание без конца и края. Верховная Рада сегодня работает с утра и до упора. Закрывает долги. Голосует за висящие уже несколько месяцев законы. Среди главных аналогообложений и бюджетные. В зале полная неразбериха, что не удивляет. Поправки в законопроекты вносятся на ходу. Сам же текст главной сметы на 2016-й вообще мало кто видел. Как создается бюджет на коленке, видела Екатерина Лысенко. Сегодняшний день в парламенте посвящен исключительно налоговым изменениям и бюджету. Надеюсь, что за смету на следующий год депутаты все же успеют проголосовать. Сегодня у нас есть надзвучайно ответственный день. А, возможно, и надзвучайно ответственный день. Но я хочу закликать всех нас быть максимально ответственными, оскільки в порядку денному навряд ли есть идеальные решения. Чтобы перестраховаться на случай не успеем, парламентарии первым делом голосуют за продление рабочего дня. 232 депутата согласились работать до упора. А дальше профильный комитет рассказывает о тех правках, которые буквально только что появились в законопроекте, изменяющем налоговый кодекс. Пропонуется увеличить ставки акцизного податка на спирт, спиртовые дистилляты и спиртные напои по отношению до чинных на сегодня на 50%, на пиво на 100%, на вина, кроме вина натуральных виноградовых на 100%. Большинство пропозиций, которые давала фракция самопомощь по сбережению спрощенной системы, по сбалансированию местных бюджетов, по не введению кассовых аппаратов, по аграриям, по сбережению творительства, спецрежима, овощевительства, садовительства врахованы. Поэтому мы не видим другой альтернативы, как поддержать этот законопроект, вымешено, из тех причин, что нам всем нужен государственный бюджет. Вроде бы обновленный компромисс устраивает фракции. На первое сигнальное голосование показывают, что нет. Измененные налоги поддерживают только 179 нардепов. В зале перерыв. Оскільки такие часовые рамки есть, тисли, депутатам раздали табличку и с похожими изменениями буквально за 2 часа до того, как у часа розгляд этого вопроса. Поэтому депутаты пошли сейчас ознайомлюваться с тем текстом, который работает для того, чтобы принять решение, как они будут за него голосовать. Очевидно, что если до этого часа не договорились, то значит уряд отмывается враховывать пропозиции Батьковщины. Когда мы получили документы, изучили проект бюджета на 2016 год, проект изменений в социальные законы, предложение возобновить игорный бизнес и еще всякое много гадости, вы знаете, я посмотрела и поняла, что нам осталось надеяться, надеяться на чудо. Анонсированный на полчаса перерыв затянулся на целых 2 часа. А в Куларах говорят, за закрытыми дверями очень долго обсуждали дела аграриев и спецрежим НДС. 70-25, спецрежим по ПДВ, где 75, вшло в державу, 25 давалось на развитие сельского господарства, только по рослинству, а садовство, тваринство, тепличные господарства, все было нуль. То есть сейчас договорились до того, что 85-15 – это рослинство, 50 на 50 – садовство, тваринство. Вроде бы договорились, но очередное голосование показывает, голосов не хватает. Самопомощь против, как и Батьковщина, но у них свои требования. Мы нам не можем голосовать за увеличение подкреп Есть Download на малый бизнес. Мы не можем голосовать за恐RIbt там, чтобы лкать сытной платой на украинский газ на государственном предприятии на 70%. И мы не можем голосовать за увеличение податкового добавления на людей, которые получают зарп salahняную плату. И мы не сможем голосовать за это податковое законодательство, потому что там сберегается податок на пенсии. Цей дела профессионально неж ex 달라стية, это уже очевидно. В зал нардепы вернулись только после 16-ти. Все это время налоги согласовывали. Впрочем, эти голоса смогли только на первые списки необходимых к принятию законов. О бюджете речь пока не идет. Но, говорят нардепы, сегодня его стоит ждать. Если 232 народные депутаты проголосовали за то, что они готовы сегодня, до завершения дня, голосовать за бюджет, то, очевидно, были какие-то тени войны, формальные договоренности про возможность ухваления бюджета сегодня. После 16-ти зал оживился. Начали принимать законы, чтобы на их основе бюджетный комитет успел нести правки в проект бюджета и оперативно раздать нардепам. И все это парламентарии хотят успеть сегодня. Правда, сегодня может плавно перейти завтра. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Иван Ермаков, Сергей Коваль. Подробности телеканал Индер. И рабочий день в парламенте еще не закончен. Вместе с депутатами несет эту вахту и моя коллега Екатерина Лысенко. Вот она с нами на связи. Здравствуй, Катя. Скажи, пожалуйста, какие законы удалось проголосовать к этому часу и ждать ли сегодня голосование за бюджет? Да, Алексей, добрый вечер. Здесь, несмотря на то, что уже 8 вечера, Верховная Рада продолжает работать, но зал стал продуктивно голосовать только к 17.00 после того, как приняли самые спорные вопросы, из-за которого были перерывы, он касался спецрежима НДС для сельскохозяйственных компаний. После этого один за другим принимали другие налоговые изменения. И без долгих уже споров, без долгих припятий сказать, что вот эти десятки нововведений приняты только силами коалиции нельзя. Голосовали также депутатские фракции, голосовала также и оппозиция. Там было вольное голосование и в оппозиции считают, что часть новых налоговых изменений действительно пойдет на пользу экономике. Многие из них действительно формируют налоговую базу и являются первым шагом в сфере реформирования налогообложения, а именно снижения налоговой нагрузки на реальный сектор экономики. Поэтому мы демонстрируем то, что мы не просто против, мы за то, что приносит пользу стране и людям. Что касается бюджета, то мы его категорически не поддерживаем, потому что бюджет это инструмент государства для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. Для того, чтобы бизнес мог свободно развиваться, для того, чтобы бизнес мог эффективно функционировать в стране. Для этого бюджет использует снова-таки налоговые инструменты и инструменты государственного стимулирования. Вместо этого сегодня бюджет решает другие задачи. Это затыкание дыр, те, которые сформировались в бюджетной финансовой сфере. Поэтому мы бюджет этот поддерживать не будем. Мы должны его сначала увидеть, эти цифры, которые для нас важны. Мы отстояли вместе, что это пенсии, которые податковаются, уже будет не три минимальных пенсии, а четыре. Это почти 99% людей, которые получают пенсии. А все остальное, нужно будет очень много еще и работать в следующем году. Сейчас мы получаем уже общие цифры, будем смотреть, как они распределены. Ну, что касается самого проекта госбюджета, то его действительно никто не видел. Никто из депутатов не может сказать, какие там окончательные цифры и к чему в итоге договорятся. Потому что вот те законы налоговые, которые принимали сегодня с утра, это как канва для принятия сметы страны. И сейчас документ на основе принятых буквально несколько часов назад законов формируют, переписывают в Кабмине. После этого его должны передать в бюджетный комитет, это профильный комитет Верховной Рады. И он должен дать свой вердикт и сказать депутатам свои рекомендации принимать, либо не принимать. И заседание этого комитета запланировано только на 10 часов вечера. И, конечно, будет делать снова какой-то документ, потому что голосовали изменения для податков, которые требуют коррекции не только для податков, а и для выдатков. И поэтому я не являюсь собой, как можно без коррекции это сделать. И, судясь из того, что комитет призначен только на 10 часов вечера, документ сейчас будет готовиться. Повторю, это все, как минулого раза. У нас о 10.30 только будет возможное решение комитета. То есть, только на 11.30 мы увидим текст, на 11.00 собирают депутатов, сразу первое читание, сразу второе читание, никаких правов, ничего. Как на меня, это просто ганьба украинского парламента. Того года было и то, и то лучше. Но сейчас работы в парламенте нет, потому что в 7 часов закрыли заседание, вернее объявили перерыв, депутатов распустили, пока проект бюджета записывают, дорабатывают. Перерыв будет длиться до 11.00 вечера, поэтому в зал они вернутся только в полуночи. И следует ожидать, что бюджет примут ночью, либо же под утро. Алексей? Ну что ж, посмотрим, насколько результативным будет ночное или утреннее заседание. Спасибо, Катя, за работу. Екатерина Лысенко из парламента, там с его сегодня охватила бюджетная лихорадка. Но одним депутатам подложили свинью, мертвую. Гроб со скотиной к стенам Рады принесли протестующие аграрии. Не обошлось без драки. От входа в парламент траурную процессию попытались оттеснить правоохранители. Причиной недовольства аграриев стали изменения в налоговый кодекс, согласно которым отменяются спецльготы для сельхозпредприятий. Митингующие объясняют, это убьет агробизнес и в первую очередь пострадает животноводство. Напомню, это уже не первая акция аграриев возле Верховной Рады. На прошлой неделе к стенам парламента они приносили муляжи окровавленных коровьих голов. Бюджет в ППХ. Что он может принести украинцам? Какими будут прожиточные минимумы, минимальная зарплата, курс доллара? Что ждет экономику в следующем году? В ключевых цифрах попытался разобраться мой коллега Ярослав Кречко. Ключевое слово – выживание. Согласно бюджету 2016, с 1 января минимальные зарплаты и пенсии останутся прежними, но в течение года вырастут на 12%. В мае минимальную зарплату повысят на 72 гривни, а в декабре еще на 100. Правда, все прибавки, по мнению экспертов, съест инфляция. Она в проекте госбюджета заложена на уровне все тех же 12%. Прогноз, который мы выставляем, это порядка 20%. Это означает, что как минимум на 8% уменьшится покупательная способность населения, даже того, кому проиндексируют доходы. Грубо говоря, воруется порядка 20% ВВП. Это 10-20 миллиардов долларов в год. Даже если бы воровали вдвое меньше, это бы позволило двоить социальные стандарты. Не внушают оптимизма и ожидаемые Кабмином макропоказатели. Рост ВВП минимальный, дефицит ниже прошлогоднего, но тем не менее в доходной части не хватает более 80 миллиардов гривен. Велосипед в правительстве не выдумывали. Наполнять казну планируют, повысив акцизы на алкоголь и табак, а также сэкономив на льготниках, учителях, медиках и ученых. Очевидно, что нас ждет дальнейшее экономическое падение. Очевидно, что нас ждет увеличение экономического сектора и экономики. И очевидно, что политики ждут снижение поддержки с боку украинцев. И сегодня происходят торги, знаете, как бы и бля волн еще погреться, и не обпектися. Еще один важный показатель в бюджете – курс доллара. Он уже на гривню выше, заложенного в документе. А к концу следующего года, если не будет реформ, уверены финансисты, могут подняться и до 30 гривен за доллар. Ярослав Кречко, Вячеслав Фролов. Подробности – телеканал Интер. Уходящий 2015-й стал годом потерянных возможностей для украинских политиков. Об этом заявили в Институте стратегических исследований «Новая Украина». На итоговой пресс-конференции эксперты рассказали, анализировали тенденции в политике и обществе на протяжении всего года. В итоге пришли к выводу – украинцы полностью разочаровались в парламентской коалиции и правительстве. В 2016 году нас ожидают парламентские перевыборы. Уровень доверия и эффективность всей власти в целом показали свою неэффективность и уже стали источником кризиса. Они уже сами являются источником кризиса. Они должны были выйти от 31 числа, поздравить с Новым годом, сказать, извините, мы готовы на перемены, мы готовы уйти. Это было бы достойно, это бы вернуло к ним хотя бы уважение. Визовая стена может вырасти между Россией и Украиной. Об этом заговорили в Москве. Насколько реально, что для поездок придется получать разрешение в посольстве, расскажет Данил Русаков, наш московский САПКОР. Совет Федерации России думает о визах вести и хочет в отношении украинцев. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявила председатель Верхней Палаты местного парламента Валентина Матвиенко. Что касается, будет ли введен визовой режим, давайте посмотрим. А думаются вообще украинские власти? И, наконец, будут озаботиться национальными интересами, интересами своих граждан, а не интересами МВФ? За комментариями мы обратились в украинский МИД, но там озвучивать позицию пока отказались. Ничего не известно нам и о реакции госпожи Матвиенко на планы Киева подать жалобу ВТО. Причина решения Москвы ввести с начала января продовольственная эмбарго на украинские товары. Верховная Рада сегодня ухвалила законопроект про внесение изменений до закону про зовнішнюю экономичную деятельность. Урядовый законопроект, который предупреждает и дает возможность уряду Украины, кабинету министров, использовать торговые действия в ответ. Все это, благодаря чему мы сможем реально работать и победить, в том числе в торговой линии. Тем временем, уполномоченный по правам человека Элла Памфилова считает возможным обмен Надежды Савченко на двух ГРУшников, Александрова и Ерофеева. Дело украинской летчицы до сих пор рассматривает Донецкий горсуд Ростовской области. Сейчас свои доказательства предоставляет защита. Ожидается, что приговор вынесут в первых числах января. Своей речи, которую публикует новая газета, Памфилова сказала, ей кажется разумным поменять одну Савченко на двоих российских военных. Впрочем, потом добавила, что идеальный вариант, на ее взгляд, это схема всех на всех. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Донецкий горсуд Ростовской области сделал невозможное. Принял доказательства защиты по делу Надежды Савченко. Адвокат Илья Новиков даже назвал это магией Рождества. Ему удалось приобщить к делу запись сюжета российского телеканала с лже-показаниями ЛНР-овца Болотова. Тот рассказал, что Надежде удалось сбежать из плена во время бомбардировки. А это полностью противоречит версии другого ЛНР-овца, Плотницкого, согласно которой Савченко отпустили. Именно показания Плотницкого следствия и принимало во внимание. Ну а суд по делу украинки отложили до 13 января. Сегодня в Луганской области снова были слышны взрывы снарядов. А украинские военные продемонстрировали, чем после оглашения очередного перемирия по ним стрелял враг. Все подробности узнаем у нашего военкора Ирины Баглай. И дня перемирия не выдержали боевики. Места попадания ракет Града под Попасный осмотрела наблюдательная миссия. Украинские военные собрали остатки доказательств того, что противник продолжает использовать запрещенное реактивное вооружение. По 2 впало в наших позициях всего. Вчера впало их 4. Мы думаем, что это они проводят навчания с практичными стрельбами. Самое главное, что это боевый заряд. Это град партизан считает военный с 17-летним стажем. Не исключает, что сами переносные установки кустарная работа боевиков. Но вот ракеты точно российского производства. Да, потому что ракета узкая. Для БМ-21 ракеты большего диаметра, большей длины и с более прочим корпусом. Стреляли со стороны оккупированных Ирмина и Калинова. Примерно в это же время боевики ударили и со стороны Первомайска. Предположительно, я так себе думаю, что возможно будет 120-й миномет, потому что бабах был хороший. Все-таки два баха и все затихло. Для наших солдат это уже не первый договор с врагом о перемирии. Перемирия как не было, так и нема. Периодически пытаются с этой зеленки накрыть нас. Или создать панику тут, или накрыть посты, чтобы можно было ворваться сюда. Обещания боевиков для них уже ничего не значат. А вот местным четвероногим любимцам полное доверие. По поведению животных ориентируются, когда будет очередной вражеский обстрел. За пять минут до него старшая белка начинает скулить. Было семеро, стало двое. Раздавали. Она ни в чем не нуждается. Не верит боевикам и Евгений. Он родом с Донбасса. Защищает единую и независимую Украину. Моя земля как здесь, так допустим и Закарпатья. Это тоже моё. То есть, ну это один дом. Нельзя как бы делить. Кухня моя, зал твой. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Из Луганской области. Подробности телеканал Интер. Минские соглашения сорваны и официальный Киев должен отреагировать на нарушения. Так считает представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. По его словам, группа продолжит заседание. Следующий этап переговоров 13 января. Встречи расписаны даже на февраль. Но основные надежды Кучма возлагает на нормандский формат. А в МИДе России подтвердили, что Минские соглашения будут действовать и в 2016-м. Об этом рассказал замглавы министерства Григорий Карасин. Отметил, что для Кремля важно достичь мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Дипломат уверен, что в будущем году пройдет встреча нормандской четверки. Сначала на министерском уровне, а затем на президентском. Также, по информации Карасина, на следующей неделе состоятся телефонные переговоры глав внешнеполитических ведомств. Дела культурные. Сегодня черный список артистов Нонграта увеличился более чем в два раза. Кто из российских актеров пополнил перечень Минкульта? Какие любимые фильмы исчезнут с украинских экранов? И кто в итоге несет ответственность за составление списка врагов украинского народа? Подробнее о культурных санкциях Елена Митясова. Чернил Минкульти не жалеет. Черный список актеров, что ни день длиннее. Если вчера в нем было только 40 фамилий, сегодня уже 83. В списке Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Олег Табаков, Стас Пьеха, Дмитрий Харатьян, Александр Разымбаум, Валентин Гав. Продолжать можно долго. Вопрос только, что показывать будем. Новогодняя ночь и так уже без иронии судьбы или с легким паром. Резонанс очень широкий. Другого варианта нет, говорят в Минкульте. Или так, или под суд. Фильмом с антиукраинскими актерами не место на ТВ, вот только нюанс. Кто же эти списки составляет? С этим сплошная путаница. В Минкультуре уверяют, это дело рук СБУ. А в СБУ наоборот. Получается, ответственных нет. А в Госкино уже уверяют. Приказы о запрете фильмам, в том числе иронии судьбы, пока никто не принимал. И все списывают на юридическую коллизию. Мол, действующий закон запрещает показ российских лен, снятых только после 1991 года. А советских там ни слова. Тем временем, актеры, попавшие под санкции, дают комментарии российским изданиям. Например, Гавц сожалеет, что попал в черный список. Запрет ему непонятен. Уверяет, не считает Украину и ее народ врагами. А вот Олег Табаков говорит, украинские санкции на его планы не влияют. И советует как можно быстрее найти выход из сложного положения. Елена Митясова, Ирина Романова. Подробности в телеканал Интер. Новый поворот в деле о смертельной аварии с участием машины бывшего столичного мэра Александра Амельченко. Некоторые СМИ утверждают, что водитель отказался от своих показаний. Так ли это? И кто же все-таки был за рулем автомобиля, который сбил Татьяну Микытын на пешеходном переходе? Узнавала она Каменева. Водитель Амельченко Анатолий Нищун якобы отказался от своих показаний. Такая информация под вечер появилась в одном из интернет-изданий. Ссылаются на источники в правоохранительных органов. Мол, сегодня Нищун, взявший на себя ответственность за воскресную аварию на столичном шоссе, сообщил, за это ему пообещали 25 тысяч долларов и условный срок. Но когда узнал, что пострадавшая умерла в больнице, а за это светит тюрьма, от показаний отказался. Вот как это прокомментировали в столичной прокуратуре. Тем не менее, столичная милиция разрабатывает сразу несколько версий, среди которых и то, что за рулем автомобиля был именно бывший марк Киева. Хочет в полиции поговорить и с самим Амельченко. Спустя четыре дня Амельченко все же вышел на связь с журналистами одного из изданий. Все обвинения в свой адрес опровергает и называет сплетнями. И тем не менее, на работе в Киевсовете с начала недели так ни разу и не появился. Кто будет помогать пятилетней девочке, которая осталась без мамы, пока неизвестно. Как итог, где дальше будет жить маленькая Саша. Сейчас она у своей бабушки по отцовской линии в селе Угорники Ивано-Франковской области. Из Киева ее забрал папа, когда увидел, в каких ужасных условиях живет дочь. Бабушка Саши пока ничего комментировать не хочет. Но вот, что нам сказали в сельсовете. Мы видели с камер телевидения, в каких условиях дитина была в Киеве. То я думаю, что до четырех лет, проживая у своей бабушки, она таких условий не зазнавала. Если бабушка выявит желание выховывать дитину, я думаю, что дитина будет лучше для нее. Останется ли девочка у бабушки в местном центре судслужб по делам детей пока не прогнозируют. Мы продолжим следить и за судьбой девочки, и за ходом расследования. А некоторые члены Киевсовета обвиняют Амельченко и его команду в других грехах. Заявляют, что депутаты из партии Еднесть хотят монополизировать сеть торговых киосков в столице. Якобы предпринимателям выдвинули ультиматум. Их мафы сносят, ставят новые, а те от работы получают прибыль 40%. Ну а всех несогласных на улицу. Громкое задержание в Римненской области. Детективы антикоррупционного бюро уличили главу Сдолбуновского районного суда в получении взятки. Мои римненские коллеги узнавали подробности этой истории. Сдолбуновский районный суд внутри люди в форме что-либо снимать запрещают. Мы не вам заразим, что мы занимаемся, потому что тут по трамежкам нужно с лечить. Зараз можно спустя тысячи грамм. Работают представители национального антикоррупционного бюро, помогают римненские полицейские и СБУ. Пришли провести следственные действия. Председателя райсуда подозревают в получении взятки. Деньги якобы передавали адвокаты. Три с половиной тысячи долларов. Официальных комментариев не дают. На сайте национального антикоррупционного бюро только короткое сообщение. Мы узнали немногим больше. Местная жительница пыталась восстановить родительские права. И это удалось в Римненском апелляционном суде. Здесь тоже сегодня обыски. В связи с чем сотрудники не знают. Особые какие-то в кабинете в суду працуют. Кто они нам не уведомляли. Которые не видели. Ни я, ни мих коренных, безпосредних коренных аппаратов. Председатель апелляционного суда в кабинете вместе с представителями антикоррупционного бюро, что ищут, пока неизвестно. Заместитель немногословен. В Долбонове задержали вот этого молодого человека. Он адвокат. Его подозревают в причастности к делу. Судюра и суда не задерживали. Видимо, помешала неприкосновенности. Инна Белецкая, Николай Васильук. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. Продолжим подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Измаильский подрывник. Кто бросил гранату в патрульных полицейских? Денежная прачечная. Сколько россияне намыли через Дойчебанк? Крым снова вернется к веерным отключениям. В воскресенье запланированы ремонтные работы на линии электропередач Каховка-Титан, по которой полуостров и получает электричество. Графики отключений пока не обнародованы. Известно только, что в темноте снова могут оказаться Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Бахтисарай и Севастополь. Продлится это не более суток. Новые подробности происшествия в Измаиле Одесской области. Как оказалось, мужчина, который накануне бросил гранату в полицейских, 30-летний ранее судимый местный житель. Вчера вечером он в состоянии алкогольного опьянения ходил по улицам города и угрожал взрывчаткой. Перепуганные жители вызвали патрульных, но когда те прибыли и попытались задержать дебошира, тот начал отстреливаться из травматического пистолета, а затем бросил в правоохранителей гранату. Боеприпас взорвался, двое патрульных получили ранение. Сейчас полиция выясняет, откуда у мужчины оружие, а за совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сотрудники чувствуют себя хорошо, их жизнь ничего не угрожает, они получили оскольчатые ранения, кто-то в грудную клетку, кто-то по ногам. На месте им была оказана медицинская помощь, они были госпитализированы, злоумышленник задержан. Депутаты Кривого Рога обратились к президенту с просьбой не подписывать закон о перевыборах мэра города, которые приняла Верховная Рада. По их мнению, документ противоречит Конституции, а признавать законность голосования или нет – прерогатива судов и ЦИК. В связи с этим, уверены депутаты Горсовета, Верховная Рада должна быть распущена. Они также отметили, что оставляют за собой право обратиться в европейские суды. Если Верховная Рада принимает таким образом подготовка, так сказать, на протяжении нескольких дней, и какими силами, и какими средствами, и что говорилось для того, чтобы принять такие решения, то явно надо ставить вопрос и о отзыве, или вообще переизбрании Верховной Рады, которая принимает такие решения. Как вы город назовете, так этот город и заживет. Вчера комитет по вопросам строительства и местного самоуправления Верховной Рады рекомендовал кировоградцам стать ингульцами. Согласны ли с выбором Киева жители города, выясняли наши корреспонденты. Елисаветград, Зиновьевск, Кирово, Кировоград. Этот город за 260 лет носил четыре разных названия. И снова грядет переименование. Ведь закон о декоммунизации обязывает избавиться от наследия режима в топонимах. Жители города от такой перспективы не в восторге. Чтобы осталось старое, новое нам не нравится. Мы просто за то, чтобы они не тратили денег. Сколько денег надо на то, чтобы поменять назву места? Я здесь родился. Я родился в городе под названием Кировоград. Поэтому я привык уже к этому названию. И мое решение против. За историю независимости Украины было несколько попыток вернуть Кировограду его историческое название. Елисаветград. Именно это название и стало лидером местного соцопроса этой осенью. Сторонники идеи выдвигают такие аргументы. Фортица была заснована на этой местности и названа именем святой Елисаветы, покровительки нашего города. Самые за часы Филисаветграда произошло его остановление. А вот членам профильного комитета Верховной Рады оно не понравилось. Мол, какие-то имперские ассоциации. И они рекомендуют остановиться на варианте Ингульск. Город ведь стоит на реке Ингул. Но даже в городской топонимической комиссии не так уж Рады считают, Ингульск звучит как-то провинциально. 25-летняя работа Кировоградской громады выявилась не достаточно качественной, если не смогли объединяться около одной яркой назвы. Мэр Кировограда тоже не хочет быть мэром Ингульска. Планирует обратиться к Верховной Раде с просьбой отложить вопрос о переименовании и продолжить поиск более яркого варианта. Хотя для себя с новым названием уже определился. Решение комитета Верховной Рады уже раскритиковали оппозиционеры. Как заявил нардеп Сергей Ларин, представители центральной власти совершают ошибку, игнорируя мнение горожан. Ведь на заседание комиссии даже не пригласили представителей общины. Уже завтра люди планируют выйти на митинг против нового названия для города – Ингульска. Будут требовать, чтобы мнение жителей все-таки учитывалось. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности телеканал Интер Кировоград. В печально известной Врадеевке снова неспокойно. Несколько лет назад поселок сбунтовался против милиционеров-насильников. А вот почему народ восстал на этот раз, узнаем у Кирилла Ющишина. Селяне взбунтовались из-за закрытия маслозавода. Бетонная плита перекрывает выезд с предприятия. Положили ее здесь сами работники. Говорят, несколько недель назад руководство начало демонтировать технику и вывозить производственные линии. Если начнут болеть все, то тут просто останутся руины. Там есть большие танки, там большие сцепаторицы. И все. Тут был завод, сделали наши деды, родители. И теперь на нас это все закончится. Просто его разрушат. Эти женщины и мужчины за забором немногие, кто еще официально работает в цеху. Им запрещают участвовать в протестах. Со стороны улицы собираются остальные, уже бывшие сотрудники. Примерно месяц назад их попросили уволиться. Руководство сообщило людям, завод закрывается по причине того, что во Врадиевке карантин из-за африканской свиной чумы. Мол, в таких условиях предприятие стало убыточным. А сотрудники не понимают, где здесь связь. Закрытие маслозавода оставляет без средств на существование более 70 семей. Люди не первый раз выходят на митинги, но без толку. Дирекция с ними не общается. Хотя все работники являются еще и акционерами предприятия. Во время приватизации каждый получил свою долю в акциях. Но контрольный пакет акций принадлежит монополисту из соседнего города, Первомайскому молочному комбинату. Здесь журналистам были не рады. Разговаривать о проблемах в Врадиевке не захотели. И дальше проходной не пустили. Завтра работники завода планируют заручиться поддержкой местных депутатов на сессии райсовета и с их помощью обратиться в Киев. Но, а если их не услышат, опыт пеших походов в столицу у Врадиевцев уже есть. Кирилл Ющишин, Богдан Новинов. Подробности телеканал Интер. Николаевская область. Противник вышел из захваченного Коминтерного под Мариуполем. И соседние поселки оккупировать пока не собирается. Это сообщили наши разведчики. Сегодняшний день в их тренировочном лагере видела наша съемочная группа. Все подробности узнаем от Александра Пантелеймонова. Именно так и выглядит стрелковый бой глазами разведчика. Занимаешь выгодную позицию и прицельно стреляешь. Правда, лучше все-таки остаться незамеченным и наблюдать. Скопление техники. Они отрабатывают тактику. Постоянно у них что-то, какие-то передвижения. Но в основном они отрабатывают новые тактики. Постоянно выходят, пытаются там вывести нас на провокации делать. Ну, постоянно играет техника. Подъезжает, подъезжает, подъезжает. Иногда сталкиваешься с врагом буквально лицом к лицу, рассказывают бойцы. Тогда в ход идут и пистолеты. Ну, там автоматический пистолет Стечкин. Все провалят. В перемирии у меня это уже четвертое или пятое. Даже с дел счета ни одного не было. То есть мы, нам дают команду молчать. Ну, слава богу, хоть в последнее время разрешают. Если 200 метров подошли, 300 метров ближе, то мы откроем огонь. Эти солдаты на днях стали свидетелями того, как боевики занимали Коминтерного. Команда в бой не поступила. Говорят, соседний поселок Водяное точно не отдадут врагу. Если порушится режим тиши, начнутся серьезные боевые действия, тогда да. Треба ждать в первый же день, спроби захопить Водяное. Ну, мы, слава богу, готовы дать им витязь. У нас есть добро от командования, что если начинаются какие-то активные боевые действия в том направлении, накрывать из тех подручных, которые есть у нас. Правда, пока наша разведка резкой активизации боевиков не ожидает. По крайней мере, в праздничные дни, по прогнозам, затишье. Александр Потелеймонов, Александр Данилов и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Марина Порошенко передала в главный военный клинический госпиталь Украины современный гастробронхоскоп. Аппарат мобилен. При необходимости срочных хирургических вмешательств его можно использовать даже за пределами госпиталя. Мы имеем чудовую нагоду передать главному військовому клиническому госпиталю гастробронхоскопам, которые они смогут использовать в своей медицинской деятельности, и помогать нашим військовым. Очень важно дать им качественную медицинскую помощь, и как можно быстрее ставить их на ноги. Несекретные материалы. Стали известны детали приватной беседы канцлера Германии Меркель и британского премьера Кэмерона. О чем говорили, кого обсуждали и какими разведданными поделились. Об утечке информации с Даунинг-стрит Светлана Чернецкая из Лондона. Они ценят и уважают друг друга, и их взаимоотношения больше похожи на дружбу, чем на протокольную необходимость. Премьер Великобритании и канцлер Германии встречаются довольно часто на многочисленных европейских и мировых саммитах. Но поговорить откровенно и без лишних ушей им удалось вдали от политической суеты и интриг в загородной резиденции премьера Кэмерона. Это было еще в октябре, во время официального визита в Лондон канцлера Меркель. И только сейчас, в результате утечки информации из Даунинг-стрит, стали известны подробности разговора тет-а-тет. Оказывается, Меркель поделилась с британским премьером фактами и собственными впечатлениями о президенте Путине, его поведении и принятых решениях. Среди европейских лидеров ее считают самой близкой к российскому президенту. В связи с этим первые лица двух стран подробно обсудили и ситуацию в Украине, в частности в Крыму. Что конкретно рассказала Кэмерону Меркель неизвестно, но тогда прессе по результатам встречи сообщили, что лидеры пришли к единому мнению о действии санкций против России до полного выполнения минских соглашений. Премьер, в свою очередь, тоже поделился секретными материалами и для этого даже пригласил всех трех глав британских спецслужб. Контрразведки Ми-5, внешние разведки Ми-6 и Центра правительственной связи. Те выдали наработки по террористической организации ИГИЛ, в частности информацию об иностранных боевиках, воюющих в Сирии и Ираке, а также угрозе радикализации европейцев. Спецслужбы Великобритании и Германии регулярно обмениваются сведениями, но такие встречи свидетельствуют об одном. Лидеры более чем серьезно относятся к главным вызовам, с которыми столкнулась Европа. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Операция «Махинация» в немецком банке – российский скандал. В чем подозревают высокопоставленных сотрудников Deutsche Bank и кто мог вывезти из России 10 миллиардов долларов? Расскажет Татьяна Лагунова. Внутреннюю проверку в своем российском филиале Deutsche Bank начал проводить еще летом. И уже тогда авторитетные экономические издания сообщали о сомнительных операциях, так называемых зеркальных сделках. Их используют для отмывания и нелегального вывода капитала. Но если летом источники называли сумму 6 миллиардов долларов, то теперь речь идет уже о 10 миллиардах. Что такое зеркальные сделки и как их проводили? Например, клиент в Москве за рубли покупал ценные бумаги и сразу же продавал их через лондонский филиал банка уже за валюту. Кто таким образом отмывал деньги, пока неизвестно. Так что, кроме махинаций, Deutsche Bank могут обвинить еще и в нарушении санкций, которые Запад ввел против России. Представители банка, впрочем, пока хранят молчание. Но известно, что они уже сообщили о сомнительных сделках международным регуляторам и Минюсту США. Есть также информация, что от работы отстранены несколько высокопоставленных сотрудников банка в Москве. Как долго продлиться расследование, сказать сложно, но если махинации с ценными бумагами действительно имели место. Deutsche Bankу грозят крупные штрафы. Ну и, конечно же, это удар по имиджу. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Самолет иранских авиалиний врезался в автобус в аэропорту Ататюрка в Стамбуле. Аэробус выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил бетонное ограждение и наехал на припорок кованый автобус. В тот момент на борту самолета находились 150 человек. Никто из них не пострадал. В автобусе же никого не было. Пассажиров лайнера эвакуировали для медобследования. У аэробуса повреждена передняя стойка шасси. Королева красоты, которую хотят завербовать в ИГИЛ. И трехлетняя малышка, которая смогла спасти жизнь беременной маме. Об этом и не только. Узнаете в нашем обзоре. Санта-Клаусы на Харлеях. В столице Перу-Лиме уже 16-й год подряд служители закона переодеваются в рождественских персонажей. Местные полицейские вместо формы натягивают красные шапки и бороды. Некоторые патрули становятся эльфами или оленями. И так на радость детворе колесят по городу, раздают подарки и сладости. При этом не забывая о своих должностных обязанностях. Заслуженный выигрыш. В Испании 400 тысяч евро выиграл мигрант из Сенегала. 35-летний отец семейства по имени Нгаме. Купил билеты на традиционный рождественский розыгрыш. И именно его пять цифр стали счастливыми. Нгаме получил главный приз как раз тогда, когда отправил последние деньги своим родственникам в Сенегал. 8 лет назад он нелегально прибыл в Испанию на деревянной лодке. Работал на сезонных работах в полях. Теперь хочет потратить выигрыш на образование сына. Трехлетняя дочь спасла беременную маму. В Великобритании маленькая Эмма позвонила в скорую, когда ее мать упала с лестницы. Ребенок описал все симптомы. А еще рассказал дословно у нее в животике ребеночек. Медикам удалось остановить преждевременные роды, которые начались после падения. А спустя 7 недель у Эммы родился здоровый братик Джордж. Уж замуж не втерпешь. Башкирии парламент в первом чтении принял закон, разрешающий брак из 14 лет. За него проголосовало подавляющее большинство депутатов. В этом регионе России нередко вступают в брак до несовершеннолетия. Но для 14-летних должны быть особые обстоятельства. Беременность или рождение ребенка. Мисс Ирак хотят сделать рабыней ИГИЛ. После того, как Шаяма Касим выиграла корону, ей по телефону стали поступать угрозы от террористов. Первую красавицу в Ираке выбирали впервые за более чем 40 лет. И сразу же она попала в поле зрения радикальных исламистов. Но девушка не сломалась. Заявила, что с исламским государством сотрудничать не собирается. И будет продолжать бороться за права женщин в Ираке. Альтернатива смертной казни. В Индонезии разработали план для очень строгой тюрьмы. Она будет окружена рвами с крокодилами и пираньями. А охранников будет меньше. Ведь в Индонезии они часто коррумпированы. Проносят заключенным все, что попросят. В том числе оружие и наркотики. Российская православная церковь уволила своего пресс-секретаря Всеволода Чаплина. За что пока неизвестно. Сам протеерей и представители церкви молчат. Но не так давно, во время поста, журналисты засекли Чаплина в фастфуде, где он уплетал гамбургер. Тогда пресс-секретарь РПЦ парировал, мол, ел постную еду и не видит в этом греха. И добавил, питался бы в фастфудах ежедневно, если бы все они были российские. Скандальный бизнесмен Дональд Трамп упрочил свои позиции в гонке за право стать кандидатом в президенты США от республиканцев. Остались ли у него еще конкуренты? Об этом наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко. Этот год для Дональда Трампа заканчивается успешно. Последние опросы телекомпании CNN показывают свои голоса за то, чтобы именно Трамп стал кандидатом в президенты от республиканцев, готовы отдать 39% сторонников республиканской партии. Эксцентричный бизнесмен теперь абсолютный лидер. Его ближайший конкурент, сенатор Тед Круз, получает поддержку 18% республиканских избирателей. То есть отстает более чем в два раза. Уровень поддержки Трампа только растет. С начала декабря он набрал 3%. И это несмотря на скандальные предложения запретить мусульманам въезд в Соединенные Штаты и высказывания о Хиллари Клинтон, которые многие назвали сексистскими. На днях Трампа поддержал российский президент Путину. Назвал бизнесмена талантливым. Бизнесмен остался этими словами очень доволен. Меня спрашивают, не расстроили ли меня его приятные слова. И я говорю, нет. Знаю, что он убивает журналистов, и я против таких действий. Это при том, что я ненавижу некоторых журналистов. Но скажу честно, никогда не стану их убивать. Что же касается ближайшего конкурента Трампа, Теда Круза, то он в последние дни оказался в центре скандала, связанного с карикатурой в прессе. Причиной стал агитационный ролик кандидата. В нем он читает рождественские истории с детьми, но посвящены они реформам Барака Обамы и действиям Хиллари Клинтон. В ответ газета Washington Post опубликовала карикатуру на Круза и его дочерей, изобразив их в виде обезьян. Круз и другие республиканские кандидаты обрушились на газету с критикой, после чего карикатуру удалили. Несмотря на прочное лидерство Дональда Трампа, до даты определения кандидата от республиканской партии еще больше полугода, так что все может измениться. И если у демократов никаких сомнений к кандидатам будет Хиллари Клинтон, то в республиканском лагере интрига сохраняется. Тихон Зитко, Юрий Романюк, подробности, Американское бюро, телеканалы Интер. И вернемся к главному событию дня. Уже совсем скоро на экстренное заседание соберется Кабмин, для того, чтобы экстренно поправить проект бюджета на следующий год. У Дома правительства наш корреспондент Геннадий Вивденко. Гена, приветствую тебя. Будет ли допущена пресса на заседание, интересно, и какие конкретно поправки могут внестись в документ? Алексей, пресса не допущена на закрытое заседание Кабминета Министров. Детали неизвестны. Напомню, что перерыв объявлен до 24.00. Тем не менее, в Доме правительства находятся министры Кабминета Министров. Готовится заседание Бюджетного комитета парламента. Оно назначено на 10 часов вечера. Это называется, определяет сейчас последние поправки главному финансовому документу страны. Но какие именно поправки, Алексей, внесут в главную смету, неизвестно, поскольку появятся они на основе законов, принятых несколько часов назад. Сложно же определить, насколько сейчас важно принятие закона о бюджете на следующий год, Алексей. От него зависит и помощь международных финансовых организаций, и международные, и финансирование армии, и социальных ассигнований. Ожидается, что через буквально три часа начнется процедура голосования за госбюджет Украины. О деталях, вот всего, что будет происходить, можно будет узнать из утренних выпусков новостей на телеканале Интер. Алексей. Снова ночи, снова тайны, все как в прошлом году. Спасибо, Гена, за работу. Действительно, все это напоминает какое-то бюджетное дежавю. Давайте вспомним, как в прошлом году. Бюджет 2015 тоже принимали под покровом ночи с 28 на 29 декабря. Тогда нардепы также работали почти сутки и также с десятками перерывов. Не обошлось без споров. Депутаты даже не знали, за что голосуют. Текст документов раздали в последний момент. И парламентарии не успевали толком даже ознакомиться с правками. В итоге к самой смете перешли около трех часов утра, а в целом бюджет приняли в 4.20. Голосов на документ, кстати, едва хватило. Его поддержали 233 депутата при 226 необходимых. Чем же закончатся нынешние бюджетные потуги? Разродится ли ночью парламент главной сметой страны? О всем узнаете уже в утренних новостях на Интере. У меня на сегодня все. Прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова